Момент, что я хочу узнать вообще. Насколько аудитория знакома с технологиями, связанными с блокчейном? Я попрошу поднять руки тех, кто слышал о биткоине. Все так и похожи. О блокчейне? Все слышали? Кто из вас совершил хотя бы один платеж или одну транзакцию? Кто купил или сделал небольшой платеж в биткоине? Уже чуть меньше рук, более. Кто из вас вообще в целом знаком с таким понятием, как этериум? Где-то около шести или семи человек подняло руки. Я по большей части, как технический специалист, изучаю сферу конкретную. Она не расплывается на такие понятия, как блокчейн или, может быть, даже на огромное количество других валют, таких как эфир. Если вы слышали, их существует более 400, кто-то учитывает еще более мелкие экземпляры этих валют. Но это все под другими словами называют коины или их называют альтернативными коинами, альтернативными монетами. То есть они взяли свою основу с программного кода биткоин. И каждый раз, когда я буду в речи упоминать какие-либо из форков, ну, если перевести на простой язык, это именно вот эти коины, альтернативные коины, как биткоины, я имею в виду любую валюту, которая сделана на базе технологии блокчейн. То есть она берет свою основу от биткоина. Почему их называют именно альткоинами или альтернативными валютами? Потому что, ну, они полностью скопировали весь код биткоина и, изменив небольшой ряд правил, которые заложены в код биткоина, они начинают конкурировать на этом свободном рынке. И конкуренция – это один из самых важных явлений, которые присущи вообще в целом всей этой сфере. Конкуренция – это то, ради чего были созданы криптовалюты. Потому что, ну, я буду честен с вами, и в целом люди, которые работают в банковской сфере, они понимают, что центральные банки захватили весь мир. Они имеют монополию на выпуск денег. В нашей стране этот центральный банк – ЦБРФ. И основная политика центральных банков заключается в том, что вам, лично вам запрещено выпускать собственную валюту. Потому что, ну, под угрозой преследования и под угрозой того, что вы нарушаете закон, то есть это, фактически, они… Ну, это их способ установить монополию. Они сказали, что если вы создадите свою валюту, то вот, пожалуйста, у нас есть полиция, у нас есть армия, у нас есть сила. И мы готовы применить ее против тех, кто, ну, кто нарушает целостность этих валют. То есть, фальшивомонетчики. Когда простой человек опускает деньги, ну, в виде рублей или долларов, то это называется фальшивомонетничеством. Когда, ну, если вы, скажем, создаете свою валюту, независимую даже от рубля, то каждая страна, каждый центральный банк всех стран, которых, ну, абсолютно всех стран в мире, они будут, естественно, препятствовать свободному созданию этих валют. Потому что, ну, кто откажется от преимущества иметь доступ к монопольному рынку. И монополия в нашей конкретной экономике, в России, она, конечно же, наблюдается практически во всех сферах. Начиная с банковской сферы, ну, наш известный банк, Свербанк. Еще приведу примеры. Почта России. Почта России. Сергей. Ну, возможно, какие-то там вестяные инфраструктуры, хотя они не очень связаны. То есть... Ну, на выкачивание природных ресурсов, это, наверное, отдельная тема. То есть тоже является какой-то ценностью, да, при том не только любимой. Ну,iron. Ты ведь. Ураetu marил сайта.